В рамках проектирования концептуальной схемы базы данных мы рассмотрели такие шаги, как выбор и определение типов сущностей и набор связей. Следующим шагом необходимо определить атрибуты каждого типа сущности. Здесь очень много аналогий с релизационной моделью, которую мы проходили в предыдущем модуле. Поэтому можно сказать, что атрибуты в терминах ER-модели или модели сущность-связь отличаются лишь тем, что на момент проектирования могут не определяться их типы данных или домены. Это связано с тем, что не всегда в момент проектирования концептуальной схемы можно четко выбрать тип данных для какого-то атрибута. Поэтому такого специального требования для ER-модели нет. Однако большинство средств, которые позволяют формировать ER-диаграммы или описывать ER-модели, все-таки требуют так или иначе задавать тип данных для каких-либо атрибутов с целью того, чтобы можно было дальше эту модель преобразовывать уже к логической структуре, логической схеме базы данных. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Итак, понятно, что мы в качестве атрибутов выделяем атрибуты типов сущностей и иногда атрибуты связей. Тут тоже достаточно неоднозначный вопрос. И что считать сущностью, что считать связью и атрибутом, соответственно, что будет сущности, типа сущности или связи, это вопрос уже как, что называется, может быть решен именно в рамках каждой конкретной отдельной ситуации. Ну, давайте посмотрим, опять же, на примере нашей концептуальной схемы онлайн-магазина. Мы видим, что у нас есть связь многие ко многим между товаром и заказом. При этом, ну, тут явно есть обущение в том, что каждый товар не имеет цены. И мы могли бы в качестве одного из атрибутов товара указать его цену. При этом мы знаем, что позиции в онлайн-магазинах в течение долгого времени могут сохраняться, а цены на них изменятся. При этом мы также знаем, что в большинстве случаев, ну, и не исключено, что мы хотим такое ограничение иметь в нашей модели, зафиксированная цена в заказе не должна изменяться. О чем это говорит? Это говорит о том, что если какой-либо клиент совершил какой-либо заказ и добавил туда каких-то товаров по какой-то цене, то клиент ожидает в большинстве случаев, что до тех пор, пока он заказ не получил, вне зависимости от того, что случилось с ценой на товар в магазине дальше, стоимость заказа у него не изменится. Ну, это довольно типичное ожидание. Как же это должно быть представлено в нашей схеме? Предположим, что у нас есть еще один атрибут цена в типе сущности товар. И, как мы помним, у нас есть связь многие-корногим между товаром и заказом, которая реализуется в виде дополнительного отношения, первичный ключ которого является составным и содержность внешний ключ на товар и внешний ключ на заказ. Очевидно, что цена товара в данном заказе должна быть сохранена в этом отношении, то есть в этом отношении, которое является связующим между вот этими двумя типами сущностей. И при этом тоже кажется логичным зафиксировать в этом же отношении еще и количество заказных единиц товара. То есть если мы купили, клиент в заказ хочет добавить несколько позиций какого-то товара, то это тоже логично указать именно в связи между заказом и товаром. И в данном случае цена товара именно в данном заказе и количество единиц товара в данном заказе можно считать атрибутами связи между товаром и заказом. При этом, если посмотреть несколько иначе на данную ситуацию, можно сказать, что есть отдельная сущность, позиция, например, назвать ее позиция и сказать, что это позиция какого-то конкретного товара, какого-то товара в заказе. В этом смысле можно сказать, что это новый тип сущности и рассматривать именно таким образом. Тогда такие атрибуты, как количество и цена этой позиции в этом заказе будут уже атрибутами нового типа сущности.